Уважаемые коллеги, мы сочли возможным представить вам наше сообщение, потому что в судьбе пациента с муковицидозом оно сегодня названо революционным. И с другой стороны, конечно, генетика остается краеугольным камнем геронтологии. Поэтому то, что будет звучать, оно в большей степени даже обращено в будущее. Но мне кажется, что все-таки вот эту новизну, эти достижения медицины мы бы хотели вам представить. Итак, муковицидоз – это моногенное тяжелое заболевание, которое поражает практически все эндокринные системы и органы организма и, к сожалению, ограничивает жизнь пациента. Муковицидоз заканчивается дыхательной недостаточностью, поэтому уместно показать этот слайд. Первая монография, которая вышла у нас – это «Заневский педиатр, 1974 год». И, соответственно, в этом тексте были приведены исторические данные. Как вы видите, впервые всего на двух случаях швейцарские педиатры озвучили, поставили эту проблему. Ну, а так как проблема была поставлена, то уже после военные годы, соответственно, оказалось, что и раньше встречались мы с этой патологией, но, соответственно, она еще не имела такого звучания. Как вы видите, постепенно накапливалась эта информация. Одним из тестов уже стала диагностика состава кота, который имеет большинство хлоридов и практически соленую кожу у ребенка. И вы видите, что достаточно уже в веках практически идет накопление этой информации с разными интервалами в разных странах. И, соответственно, регистры, созданные в этих странах. Регистры больных с муковицинозом. Ну, соответственно, вы видите, что сегодня продлевается жизнь этих пациентов и прогноз становится все лучше. Но так как это очень разные генетические дефекты, их называют у двух тысяч дефектных генофл, которые вызывают муковицидоз, то, соответственно, конечно, терапия должна быть очень индивидуальна. Ну, как сказано, например, вот нашли однотипные исследования генетические у ашпеназии и иранцев, у чубашей и болгар. То есть вот эти ассоциации, они позволяют нам еще и уточнять эту генетику. Итак, первые буквально часы ребенок с муковицидозом уже может погибнуть от того, что у него уже имеется кисточная непроходимость. Микориальный иллиус, простите, и он усталится в операцию. Соответственно, подключается нарушение функции панкреатической, и это звучит как панкреатическая ахимия со всеми выплывающими отсюда симптомами. Подключается и печень, и язвенная болезнь, выпадение прямой кишки. То есть практически все органы и системы включаются в эту патологию. Одным из очень информативных являются электровитные нарушения. Вот в нашем украинском протоколе представлены и сомнительные пробы, и явные пробы. То есть вот эти нормативы по определенным методикам мы можем уже использовать для диагностики. На втором или даже больше на первом месте стоит респираторная система, потому что здесь представлены практически все симптомы, которые могут встречаться при длительном бронхо-легочном процессе. И как вы видите, 90% смертности именно от патологии органов дыхания. Ну, соответственно, это и представлено более иллюстративно на рисунках. Но можно еще добавить, что и антропологические данные нарушаются. Видите, низкая масса тела, уменьшенный рост. То есть полностью все системы заинтересованы. Ну вот эти два протокола, украинские 2016 года, российские 2016 года, которые очень детально позволяют нам проставить этот диагноз. У нас описаны все проблемы лечения. И вот вы видите, на 2014 год у нас в Украине зарегистрировано 674 ребенка, которым поставлен этот диагноз. В последнее время у нас появился информационный центр, который объединяет эти два протокола и, соответственно, наращивает вот эту регистрацию и регулирует процессы лечения. Вот посмотрите, это такой драматический список, что должен принимать этот пациент. Практически это ежедневная пожизненная терапия. Это мукоритики, это витамины, это кинезотерапия, это антибиотики при обострении. То есть это очень сложные процессы лечения. Но сразу хочу обратить ваше внимание, что ни в нашем, ни в российском протоколе еще не звучат вопросы фармакогенетической коррекции. В то же время в мире, как вы видите, уже 65-го года ВОЗ ставила эту проблему. И, соответственно, сегодня мы и дальше будем наращивать эту информацию. Вот, глядя на этот слайд, мне хочется обратить ваше внимание, что когда у нас есть вроде бы банальный больной с хроническим акструктивным заболеванием роги, мы должны подумать, нет ли все-таки там элемента буковицидоза. Потому что, вы видите, может быть разная степень проявления этих генетических нарушений от носительства гена до бомозикотных, так сказать, от двух родителей, полученных мутантных генов. То есть это тоже нужно учитывать на фоне семейного и родственного анамнеза. Итак, что на сегодня стало известно, что причиной этого заболевания являются генетические мутации вот в этом регуляторном делке, который на седьмой хромосоме, видите, соответственно, он и является главным виновником этой патологии. Он имеет вот такую структуру и, соответственно, он формирует хронный канал, который имеет еще такие вот регуляторы с участием АТФ. И, соответственно, вот эти сложные структуры уже сегодня расшифрованы. Вот за расшифровку этого белка, регулятора, получена в 2017 году премия химии, Нобелевская премия химиками. И, как вы видите, вот здесь разные варианты, например, фенилананин может наглушаться, гиститили, другие, то есть это все достаточно сложно и гетерогенно. Поэтому гетерогенность, она и проявляется вот в этой классификации мутаций. Вы видите, есть шесть классов. Первый вообще белок может не синтезироваться. Второй он синтезируется, но он некачественный, поэтому клетка сама его уничтожает. Чаще всего это дефект третьего класса, то есть это открытие канала. А четвертый, пятый, шестой, к счастью, они имеют более легкое течение и меньшее уже клиническое значение. Ну и вот видите, что формирование этих нарушений, оно идет в разных участках гена этого канала и этих клеток. И, соответственно, вот на этом слайде вы видите внизу «ноу-ноу-ноу-ноу» в отношении драфт, да? То есть только вот второй, третий класс возможно применять фармакологическую терапию. Ну и вот, соответственно, вы видите вот этот хлорный канал, и все разные классы на разном уровне клетки, они могут формировать вот эту патологию. И далее мы хотим уже именно привести вот это достижение, которое получено буквально вот последние месяцы, последние годы. Предложен препарат ИВАК, автор, называется КОВИДЕКО. Вот хочется упомянуть, что здесь именно шло, так сказать, соединение экспериментальных и клинических исследований, потому что первые исследования шли на фиброгластах мышей, генетические дефекты, а на сегодня это уже разрешенный FDA препарат для лечения, но видите, всего лишь август 2018 года. То есть это совершенно новая информация. Эти все исследования организует фирма ВИБЕРТЕКС, да, она потратила на сегодня 1,23 миллиарда долларов на эти исследования, и поэтому, конечно, препараты дорогие, но, к счастью, 80% стоимости сама фирма оплачивает этим пациентам. Ну, вы видите структуру этого препарата, да, и он именно коррегирует вот этот трансфорд хлоридов, а суть в том, что хлор не проникает в клетку, он концентрируется на поверхности, тогда в клетку входит через этот канал натрий, и, значит, на поверхности клетки организуется среда с недостаточным ободнением, то есть фактически все тогда железы внутренней секреции свои секреты выделяют очень густыми, поэтому в англо-мурном, так сказать, названии, это кистозный фиброз, густой секрет формирует кисты, а в нашем понимании это муковистый доз, от слова муков, слизь и очень вязкая клейка. Препарат имеет соответствующую кинетику, она уже, видите, изучена, ну, соответственно, он назначается и в капсулах, и в ганулах, но, интересно, имеет два метаболита, из них один только очень активный, выводится, видите, до 12 часов, поэтому рекомендуется прием два раза в сутки. Мутация, к сожалению, не на все он может действовать, поэтому дальше мы будем обращать ваше внимание, что рекомендуются такие подходы, когда мы можем комбинировать несколько таких препаратов. Ну, соответственно, было исследование его эффективности, и, как вы видите, она проходила вначале, так сказать, больше даже акцент шел на безлофазный закатом на эффективность, и вы видите, что здесь очень разные, вот хочется обратить внимание на такое тщательное, построенное исследование, видите, дети от нескольких месяцев до 72 лет, да, включались пациенты, и, соответственно, вот получили такой результат. Критерий эффективности был избран показателем односекомного форсированного выгода, и, видите, за 24 недели, ну, немного, но все-таки это уже улучшало качество жизни, прирост шел на 10-12 процентов, уменьшал из-за растения, симптомы и прирост массы тела. Ну, соответственно, дальше, видите, представлены разные исследования при разных генетических мутациях. Вот глицид замещается, да, вот фенилаланин отсутствует, то есть это разные группы исследований, но в зависимости от того, на какой ген действовал ИВАГ-Автор, видите, и результаты могут быть почти неощутимыми, то есть 1,5-2 процента. Ну вот, опять-таки, мы повторяем, что достаточно много внимания уделялось этим детям. Вначале это было именно показано отсутствие токсичности, канцерогенеза, генотоксичность, сверченность, они практически не имеют здесь места. Ну и дальше, я уже тоже не буду у вас управлять детали, просто посмотрите, первое, второе, третье исследование, четвертое, шестое, седьмое, восьмое, да, то есть разная очень группа пациентов, разный возраст, и все это на то, чтобы доказать, что да, ИВАГ-Автор работает достаточно хорошо. Ну, тем не менее, видите, меньше было побочных, чем у плацебо, но они все-таки имели место. И, как ни странно, вот даже достаточно часто звучало обращение инфекционного процесса. Ну, так как это препарат, который метаболизируется с цитохромом P450 в бакле А, то вы видите, что если мы будем куплетать цитохром, то вот, почти в 9 раз повышается концентрация препарата. И если мы комбинируем эти препараты, значит, понятно, что доза должна быть уменьшена в несколько раз. На умельных ингибиторах цитохрома, видите, уже в 3 раза может повышаться концентрация. СОПЕ, который считается тоже умельным ингибитором, он тоже может влиять на концентрацию препарата. Ну и наоборот, если мы назначаем индукторы, которые активируют метаболизм, активируют цитохром, то, соответственно, видите, концентрация может падать аж в 9 раз. То есть вопросы взаимодействия очень важны для клинической фармонологии. Ну и вот эти данные, посмотрите, октябрь 18-го года, это уже опубликованные материалы по тройной терапии. Здесь, видите, 3 препарата, Д-завквафлор и вакавтор, у этих же пациентов было доказано, что они работают уже синхронно. Почему именно 3-компонентная схема? Потому что разные генетические мутации и разные механизмы действия этих препаратов. Ну, соответственно, уже когда мы можем в общем сказать, что да, доказано и доклиническая эффективность, у пациентов брали биопсию бронгов и смотрели на клетках выращиваемых наследок, как эта комбинация одна, два, три препарата работает. И потом оценивали безопасность в виде частей обострения к этой инфекции. И, соответственно, уже получили и достаточно детальные технические исследования. Первая фаза, вторая фаза, видите, тройная терапия. И, соответственно, уже мы получили такой результат, который может быть обращен в будущем. То есть это начало фармакогенетики такого тяжелого заболевания как угроз. тройная терапия. Спасибо. Спасибо. Я хочу показать, что мы будем надеяться, что все-таки наши дети рано или поздно получат эту передвину. Спасибо.